Поздравить сочинских казаков и сотрудников полиции, которые вместе ежедневно патрулируют улицы, обеспечивая безопасность жителей и гостей курорта, пришел глава города. Алексей Копайгородский поблагодарил их за службу и вручил благодарственные письма. Для нас очень дорого и ответственно то, что находитесь здесь, то, что укрепляете, все, что заложено было нашими потомками. И самое главное, каждый день мы видим, что больше и больше молодежи становятся в ваши ряды, плечом к плечу, оберегают, укрепляют и делают так, что на территории нашего города все чувствуют себя в максимальной безопасности. По итогам года представителями казачьего общества совместно с полицейскими было пресечено более 1300 правонарушений, в том числе задержаны преступники, находившиеся в федеральном розыске. Сегодня казакам были вручены медали за заслуги перед казачеством России, удостоверение народного дружинника, а также памятные подарки на гайки и кинжалы. Казачество сейчас активно развивается и постоянно увеличивается численность казаков. Исходя из требований Верховного атамана, будет принят закон о казачестве, где будут прописаны уже более конкретные задачи казачеству по охране границ наших и общественного порядка. Одно из направлений работы казачества – патриотическое воспитание молодежи. В Сочи уже 160 детей занимаются в группах казачьей направленности 83-го детского сада. 10 педагогов этого учреждения состоят в казачьем обществе. А недавно сочинская школа номер 10 имени атамана Белого была признана лучшей в регионе. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.